Продолжение следует... 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 и так начинал и люди ему должны были сказать только конкретно очень что да я хочу и даже пакивать тогда он образовал а иначе он выходил из комнаты может кто-то спрашивал хорошо сколько у тебя этого есть а я говорил ему спасибо до свидания так что такие такое было моё начало так что если вы знаете язык в краю в котором который работает так что вы уже по сравнению с этой ситуацией который имел ричерф вы уже являетесь более приоритетной ситуацией а джи шай тем поверьте вам прохали с моей с моего дошлачения я я тренировал люди я бы вошел тренинг я щит его ученки для этого способа сегодня хотел бы поделиться опытом а тренингер как этот тренинг когда я тренировал как проходил день тренинга когда я был тренировать я хотел бы подчеркнуть что это не из какой-то может быть от всех бед просто то что он будет показывать это и стандарт который который вы его учили которых он учил благодаря которому организация разрослась так что даже если некоторые вещи будут как-то помощь дадут вам какой-то долг и помогут вам в вашей работе это будет оценкой что уже стоило это сделать и стоило собрать что нам вместе джиос 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 то прошу затримать питание на сам конец. И если подчас целого этого дня не достанете ответственности на то, то на самом конце буду я стараюсь вам ответить на все вопросы. Это то, что я вам говорил. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста, их оставляйте на конец встречи. И в том случае, если в течение всего нашего этого дня не попадутся ответы на ваши вопросы и в самой ситуации, тогда в конце этого дня тренинга пожалуйста их представьте. Так что начало это первый пункт, это встреча и первый контакт. Не знаю, czy wielu из вас себе задает справа, но очень важно в каком-то встрече двух людей то есть этот первый момент, эти первые 5-10 секунд, когда человеку увидит себя и его сразу оценит. Не знаю, насколько вы себе оцениваете этот момент, но подумайте себе, что это очень-очень важно в каждой ситуации, так в продаже, так в тренинге, так в жизни, когда именно этот первый момент происходит, может, несколько секунд или мгновений, но это очень-очень важно. Поэтому очень важно, как мы этим людям запрезентуем себя, как мы им представим себя, как они нас увидят. Так что мы, тренинги, которые уже имеем в виду, мы уже немного воспринимаем о том, что этот человек не является следующим тренинг, он может быть самый важный человек в вашей карьере, он может быть ваш следующий тренинг. И это очень важно, чтобы запознать себя с людьми, чтобы вы были для этого хорошо подготовлены, чтобы не было то роблено с распэнду, размахом, билея. Очень важно, чтобы вы были очень хорошо подготовлены к этому представлению, чтобы это не было сделано так с разбега, с разгона, билея как, то есть, лечебы как, мне иногда перевод будет не идеальный, но я постараюсь сущность воссоздать. Иногда это рутина просто какая-то происходит, что мы уже очередной тренируемый и относимся так совсем без огонька, без импульса. А надо думать так, что какой-то очередной человек может быть вам самым важным человеком в вашей карьере бизнеса, и он может быть очередным или последним, там, пятым тренером. То есть, пускай эта рутина как-то не прислонит все, чтобы это делать так, но не на 100%, я бы сказал. Очень важно, чтобы помнить, что никогда не знаем, кто этот человек есть, которого нового нам представляют. Не анализировать его. И наше запознание хорошо сразу это представить нас перед новым человеком, как мы это начало, первый контакт проведем. Выйдите, может, тут, потому что еще зарано, в автомобиле, это вспоминает новые люди, которые на тренинг будут работать. Зазвычай запознание делает сам менеджер или асистент. И запознают нас, мы должны принимать инициативу. Чаще всего представление делает ассистент или менеджер. И когда представление начинается, мы должны принимать инициативу как тренера. Это значит? Не чекаем, аж они до нас вытянут ренки, то мы вытянут ренку. Что я имею в виду? Это значит, что не ждем, пока они нам подадут руку, а мы подаем им руку. Не ждем, пока они улыбнутся, а мы улыбаемся. Так что при запознании... Как ты имеешь на имя, прошу? Гинтаз. Так что при знакомстве, прошу, как тебя зовут? Гинтаз. Гинтаз, новый человек. Гинтаз, это мой тренер. Это Гинтаз. И теперь я, как тренер, говорит, приветствую тебя. Как ты себя чувствуешь? Меня зовут Ричард. Как тебя? Ты сегодня проведешь весь день со мной. Ричард, это мой тренер. Можен быть счетчик. Учествую гинтаз. Не за много учмеха, не за мало учмеха. Можен быть счетчик, нормальный учмех. Можен быть искренний улыбка. Не за много его, не за мало улыбки. Можен быть простая, человеческая, искренняя улыбка. Какая сердечная как это? И должен быть настоящий контакт взрослый. Нужно быть искренне открытый контакт с глазами. Иногда бывает, что тренер, который за много людей до тренирования уже в своей карьере, просто игнорует такие вещи. А как тебя зовут? Как тебя зовут? День Тараз, Ярисек. Почекай в минуту, то зараз прийду. И иду за ответ святого. Ричард продемонстрировал и сказал, что часто бывает так, что человек, уже опытный тренер, игнорирует некоторые очень важные мелочи и показал, как там можно повести себя или глазами смотря не туда, или уже пошел делать там дела с товаром, а он его оставил, чтобы он подождал. То есть, чтобы мелочи эти не затеряли, чтобы у вас не замылился этот профессионализм. То есть, мы должны понимать, что он, при запознании, начинает нас читать. Начинает спрашивать, кто это человек и с кем я здесь запознавался. Надо понимать и помнить, что уметь видеть его глазами, что этот новый человек начинает нас читать. Он смотрит и думает, что это за человек, что это за ситуация, которая меня представляет. И он, для него это очень важный, это на самом деле. И, особенно, что ваш менеджер часто представит вас, как «то мой самый лучший тренер», или «то человек, не знаю, директор działу затруднений», или что-то в этом стиле. Вы представлены как один из лучших людей в этом бизнесе. И так вы должны показать. Особенно это важно в этом контексте, что менеджер и ассистент представляет вас всегда, как одного из лучших или лучшего человека фирмы. Или там директора отдела затруднений, или там тренер, руководитель группы. Не знаю, какие есть вещи, но всегда это в позитивном свете выделяет. И вы так должны себя и вести, так должны запрезентоваться в паре с тем, как вас представляют. Так что, не может это быть рутына, не может это быть Walkman. А, витамче, как себя маш. Поэтому, не может быть это рутына, не может быть с Walkmanом, в ухе с этим, с музыкой классно, там, как себя чувствуешь, что нормально, чувствуешь. То есть, думайте, что делаете. Так что, витамче, Винтас. Бардо мило будешь со мной сейчас спензал целый день. Витамче, рутнеш, как себя маш. Спензамы день за собом разом. Добре? Продемонстрировал начало, что искренне это сделал. Познакомился, спросил, как они себя чувствуют. Спросил имя, сказал свое имя и сказал, что проведет с ними весь день. Что происходит потом? Потом, конечно, делаем такие вещи, как идем товар брать, идем деньги там рассчитываться с кем-то, отдать долги, разменить деньги там большие на маленькие и другие дела. Так? Да? Нет. Нет. Нет? Вы знаете правильный ответ, я вижу. Но он продолжает, зная все стороны жизни, потому что он практически это сам делал и я думаю, тоже ошибки какие-то каждый совершал. Штейн говорит, что иногда случается, однако что какие-то дела нас держат и мы их решаем оставить этого человека. Ну, поэтому мы должны запоминаться, что пункт номер два, приготовление для тренированного, это также наше приготовление, что мы уже не имеем никакого в этом году без наших тренированных. То есть все, что мы делаем с той поры, по запознанию, делаем вместе. Если я забыл ищу сделать сусю, то мы все идем вместе. Если я должен ищу сделать что-то, то идем вместе. То есть очень важно, чтобы вы были тотально готовы после представления, наверное, только с важнейшим делом вашего дня и вашей жизни тренингом и тренируемыми людьми. И сейчас, если вы что-то забыли, так как может случиться сделать вместе или не взяли товар или что-то, даже в туалет не сходили, все с этого момента делаете вместе. Ты хочешь идти в туалет, берешь, идешь с ними туда. То есть нигде не оставляешь их, везде. Уже с этого момента эта ситуация с новым человеком наиважнейшая. В этом есть юмор, но это очень важно. От себя доволяет. Если девчина, то трудно, иди с нами. Трудно, она идет вместе, если девушка тоже. Так что видишь, как важно, чтобы ты был готов. Поэтому видишь, как важно, чтобы ты был готов. Мужчина слышали. То есть важно, что не ставляем этого человека там, где вас представили. Это чаще всего менеджерская комната, иногда всех дарятелей в коридоре представляются. Никаких разговоров не проводим. Сейчас его забираем с тобой. Приветствую вас. Мужчина, пожалуйста, наш автомобиль. Садуй за руководством. Мужчина, пожалуйста. Мужчина, пожалуйста. Мужчина, ага. Мужчина. Очень важно, чтобы разговоры не происходили ни в менеджерской комнате, ни в секретариате, ни где-то в коридоре, где новые люди еще ждут на представление или где-то новые люди в фирме находятся. Иногда случается так, что когда я после представления сходил там по товару или в туалет, оставил их от них, я возвращаюсь, они уже все знают, вот до того, какой товар, какие заработки, сколько менеджер зарабатывает и другие дела. Поэтому очень важно еще раз, чтобы сразу после представления вы уединяетесь. Если у вас есть машина, вы в машину, вы должны быть подготовлены к этому моменту, вы садитесь в машину и начинаете навязывать контакт. Если у вас нет машины, тогда может по дороге к трамваю или на трамвайной остановке или по дороге к месту работы вы навязываете контакт. Но не там, где есть люди, наши люди, новые люди, потому что это мешает сотрудничество на контакте взаимном, только персональном, с новым людьми, человеком. Что мы должны им сказать? На самом начале мы не хотим им сказать о компании, только хотим им поблагодарить, что в целом они каким-то чудом здесь находились и были счастье, что здесь будут спать день за мной. В самом начале, конечно, не будем рассказывать о компании ничего, только хотим их поздравить с тем, что они каким-то чудом вообще нашлись здесь и имели счастье, что их пригласили на этот наблюдательный день в нашей компании. Поэтому в самом начале я их поздравляю. Поздравляю вас с тем, что вы были приглашены на этот наблюдательный день, так как знаю, что менеджер мой провел собеседование с многими десятками людей и только именно несколько человек, среди которых вы находитесь, были приглашены на этот наблюдательный день. Поздравляю вас. От себя хочу добавить, чтобы уважали на твои гости. Я не могу перевести мимику и взгляд Ричарда, поэтому просто это подчеркиваю, чтобы вы смотрели сами, потому что, опять же, это мелочь, но в самом деле это очень важно. Можно правильно говорить, но расслабленное поведение, именно взгляд глазной даже не за большой, не за маленький, улыбка не за широкая, не за узкая, просто натурально себя вести. Что после многих, многих лет работы, честно, наверняка делает это наилучшим образом. Поэтому просто и сердечно, просто искренне он их поздравляет с того классной вещью. Прошли уже первый этап в отборах нашей компании. В этом моменте наши тренироване должны чувствовать себя выраженными, должны чувствовать себя как-то счастье, что они в общем-то заквалифицировали в какой-то степени. Если все правильно сделали, мы хотим здесь создать ситуацию и должна происходить, что новые люди должны почувствоваться выделеными. Выделеными из других, которые не оказались на этом дне. То есть это даже важный момент, чтобы это, если это все правильно сделать, тогда он не будет в этот момент что-то другое спрашивать, а он это поможет вам в последствии в течение дня. Продолжение следует... 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 Они слышат часть митинга, всякие там джусования, крики, хлопания, всякие музыка, неясные вещи. И, конечно, они уже напрягаются и ждут первой возможности, чтобы спросить, что это за вещь такая, что это за секта какая, или, может, это даже продажа через агентов. То есть важно, что мы принимаем инциденту, не даем им спросить, потому что еще не такой час. И мы принимаем инциденту, мы выходим с первым вопросом, то мы держим их, чтобы сказать, под нашу контролю. Очень важно здесь именно контролирование ситуации, что именно мы контролируем ситуации, что именно мы чувствуем их вопросы, но не даем им разговариваться, а мы ведем беседу и задаем эти вопросы. И это именно есть контроль этой ситуации. Продолжение следует, что люди сразу спрашивают у вас, не работали ли это агентом? Это очень хорошо. Попрошу графа, чтобы он именно меня это спросил. Именно сели в автомобиль мой, и граф это должен спросить. Так, у меня нет времени, давай, как бы, так что это за работа, что я буду делать, а там, 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 посмотрим. У меня не оба часа, но, ведь, шибко, поверь, что это за работа, кто-то, почему-то. Почему? И что это за аквизитная, так? И что это за работа,isz, ты? Не, 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 не агентская ряд работа, но вы должны говорить. А, не будет ли это так, с сумкой? И, если не будет так, эта працанка, это вообще. А, вряд ли это за работа, ты приближешь. Нет, ну, видно, там тормоз, это будет. Работа. Окей. Прыщай, просто. Так, да. Если он спрашивает, что это за работа, то я ему отвечаю, что очень хорошо, что тебя интересует, потому что сегодня наш день для тебя есть, чтобы ты узнал, какая это может быть твоя работа. Но если кто-то сразу спросит, что это аквизация, то это продажа, то что мы должны ему ответить? Пожалуйста, громко. Но если мы не можем им сказать, что это не аквизация, то мы не можем сказать, что это ни в коем случае не аквизация, это как это? Это не продажа, это не аквизация, это не аквизация, не можем так сказать, правильно? Потому что я когда начинал, я когда-то сказал, что нет, это не продажа. Только что я могу ему сказать полчаса спустя? И он будет чувствовать себя фанатом, это очень важно. Поэтому надо понять, что если кто-то спрашивает не аквизация или это работа, то мы можем сказать, что это иначе. Но также в этом же моменте не хотим с ними согласиться. Что мы должны сделать? Мы должны купить немного времени у него. Мы должны принять инициативу, принять контроль и это мы должны вопросами, разговором контролировать этот наш первый разговор. То есть на вопрос, есть ли это продажа? Пытаю себя, графа, а ты шукаешь продажа? Переходим к ситуации, я спрашиваю графа на вопрос вопросов, графа, а ты ищешь продажа? Нет. Нет, это очень хорошо. Граф говорит, что нет, я говорю, а, тогда очень хорошо. Если я тебе сказал, что вчера менеджер имел 80 человек на интервью и из целого этого уровня вы двое были выбраны? Я вам не сказал, что вчера менеджеры имел 80 человек на интервью и из этого кучи людей вы были выбраны вдвоем на этот день? Я уже говорил это? Нет. Хорошо, еще раз вам хотел бы поблагодарить. Что вы на этот день приглашены? Потому что слышал, что 60 человек было не принято на такой день наблюдательный. И одразу изменяю kierунок моей разговоры, на сколько он усатисфакционированный ответом то есть, но я проведу эту разговору. То не я здесь прислушиваю, только я их прислушиваю. Это не ситуация, когда я нахожусь на допросе, то есть в полицейском, а это я их опрос веду. И поэтому, насколько могу, сразу перехожу к разговору, к дальше беседе, к вопросам. И несмотря на то, насколько он даже удовлетворен ответом на счет этой продажи, все равно я иду дальше. Я иду дальше, потому что не он контролирует эту ситуацию, этот новый человек. И не он нас запрашивает, а мы его. И поэтому переходим дальше, в дальнейшую часть. Часто случается, что когда человек спрашивает, не есть ли это продажа, тренер, который не чувствуется уверенным, я думаю, что это очень важно для большинства, А тот, который не чувствуется уверенным, если он не готов на такой вопрос, не имеет уверенного ответа, он может все это испортить. Он может в этом моменте испортить уже весь день, может спросить каким-то поведением неуверенным или каким-то неясным вопросом. Мы начинаем губить, начнемся поцить, пот начнем, начнем потом. И может под этих ситуаций, что мы начнем растираться, растираемся, начнем поцить и пот начнет там бежать по щекам. Ну, веш, продаж, но не докладно продаж, то есть отмена продажа, веш, то не есть такая нормальная продажа, какая-то. Не то, что ты думаешь продажа. Так что мы хотим этого уникнуть, мы должны быть подготовлены на такие вопросы и мы должны нарисовать темпу разговора и мы эту разговору руководить. Это очень важно. Поэтому мы должны готовы быть к этому вопросу, мы должны вести беседу, мы должны задавать вопросы и перенять эти ситуации. Это очень, очень важно и чувствовать себя уверенным. Верить тому, что вы говорите, это очень важно. И за каждым разом, когда я себя в трудной ситуации и, например, графас, кажется, что начинает принимать контроль над мной, начинает себя допытывать, начинает не идти по моей мысли, и я всегда возвращаюсь к тому, что, слушай, много людей не было принятых на этот мир, много людей уже падало и начинаю использовать почувствовать неправильности и страты, чтобы поставить его обратно на землю, чтобы он себе вспомнил, что, о, что я сейчас тут вопрос о такие вещи, как, может быть, я и так могу, я и так есть счастье, что я здесь в уголе снял. И здесь важна простая схема, что в каждой ситуации, когда уже чувствуем, что перенимает инициативу этот новый человек или он начинает вас загружать такими вопросами, что вы уже, что он начинает контролировать ситуацию, я всегда возвращаюсь к системе таким образом, что спрашиваю, припоминаю ему о том, что он должен чувствоваться счастливым, что он на этот день попал, конечно, не так беспосредственно, он должен это чувствовать, просто можно еще раз переспросить, не говорил ли я, что они уже чувствуют, о, неплохо, мы уже какие-то избранные, нас уже как-то здесь выделили, и это хороший момент, чтобы подготовить их к дню, к тренингу, перед тем, когда они хотели бы уже начать спрашивать. То значит, менеджер упомнился, что у вас есть час сегодня до 18.00, правда? Это значит, если сейчас переходим к практике, дать внимание на разговор, Ричер спрашивает. Насколько я знаю, менеджер уточнил с вами, что вы имеете время до 18.00, правда? Потому что мы сейчас едем до Риги и там будем работать целый день. Так как сегодня едем в город, едем в Ригу и будем работать целый день. Так что если вы какие-то имеете важные дела или договорились с девушками, или что-то в этом роде, так пожалуйста, отложите это, передвиньте, чтобы вы имели целый день до 18.00, еще раз хочу убедиться. То есть в самом начале пути, в начале дня, как бы готовил сразу ситуацию, чтобы он признался в том, что имеет весь день, потому что уже менеджер его к этому готовил. И чтобы не произошло так, что из-за какой-то вашей слабеньки, ведения дня, он скажет, о, да, как-то я вспомнил вдруг, что мне в час, этому к зубному врачу как раз записан я. То есть, что мы уверены, что они будут со мной целый день, и я уверен, что они будут со мной целый день, и что они знают, что до 18.00 мы едем где-то в районе, и говорю это в этот способ. Слушайте, до 18.00, я очень радую себя, для отмены, для отмены, вы сегодня сегодня с вами целый день в районе, хорошо? И поэтому ясно им подчеркиваю, убедившись, что они имеют время до 18.00, и говорим, здесь подчеркиваю, что для отмены, то есть для разнообразия, я подчеркиваю, для разнообразия сегодня проведете со мной весь день в территории. Почему я говорю, для отмены? Почему я говорю, для разнообразия? Потому что, что иногда люди, которые пришли на день тренированный, могут себе представить эту работу в магазине, за руководством, за биором, и я, чтобы уничтожить дискуссии на том, что именно это, то есть, что, говорю, что для отмены, сегодня, особенно сегодня, вы имеете возможность, чтобы вы это чувствовали уверенно, не то, что это какая-то там обман или что-то, просто... Почему говорит так? Потому что, чтобы пресечь его всякие вопросы, конкретно, что он будет делать, потому что он, приходя на этот день, часто представлял это очень по-разному. Один думал, что будет в офисе, другой, что будет, может, везти машину, третий, может, еще что-то думал, что будет в складе, и поэтому я ему говорю, что для разнообразия сегодня проведем весь день в территории. Он же не знает, что вы делаете весь день, и в самом деле наша цель, чтобы вы руководили своими офисами, поэтому всегда смело говорим про то, что это не продажа, и что для разнообразия они сегодня проведут день с вами. Потому что многие из нас, тоже я и менеджеры, уже не продаем, и я это от себя добавил. Потому что знаю, что некоторые это говорят так неуверенно и так разминаю с мимикой отвечая на эти вопросы, что уже все может быть испорчено. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают, что на конец дня около 18.00, мы возвращаем сюда в доме и только тогда менеджер, по вашей разговоре, если вы решили, что вы решили, что вы решили, что вы решили. Здесь очень важно тоже подготовить объяснение такое, почему до конца дня. То есть я подчеркиваю, что в конце дня будет разговор с менеджером, будет тест и в зависимости от этого будет принято решение, будете вы приняты или нет. То есть еще раз момент неуверенности в наших них, после которого не будет им так ловко опять перейти в агрессивное наступление, или нет. Так что хотел бы, чтобы они понимали, что еще не есть по всем, и что даже когда мы проведем целый день, они будут слушать точно, что еще на конец дня будет решение, где только менеджер будет решать о характере работы, или о том, что в общем они будут. Очень важно, что здесь хотим, чтобы поняли новые люди, и что если даже не целый день будут внимательно слушать, что это ничего не значит. Что не принято или не принято. И что вы не решаете про тип работа, и будет ли он приняты этот новый человек. Что именно вечером решает это менеджер, и тем же самым пресекаете масса вопросов. А какая это работа и другие, потому что вы подчеркнули уже вначале, что это решает менеджер, и вы не знаете, что точно он вам предложит менеджер для нового человека. И в конце этого разговора наступает момент неуверенности. Мне очень, говорил для новых людей, мне очень жаль, но я должен вас чем-то расстроить. Из того, что наш менеджер сказал сегодня рано, из этих 20 людей, которые были заквалифицированы на эту первую eliminацию, он хочет принимать не меньше, чем 3 людей. Мне очень жаль, но я должен вас расстроить, потому что знаю, что из этих 20 человек, которые были пригласены на наблюдательный день, менеджер собирается принимать только не больше, чем 3 человека. Так что все зависит от того, как вы будете слушать меня, как вы будете слушать меня. И на конец дня, по разговору с менеджером, только тогда он выберет себе, ты, не меньше, чем 3 человека из целого этого города. Поэтому подчеркиваю новому человеку, будет очень важно, насколько вы будете внимательно весь день со мной слушать, насколько вы меня будете слушать, и насколько вы соберете информации, и насколько я вас узнаю, в зависимости от этого менеджер выберет только 3 человека из всех 20, которые были пригласены на наблюдательный день. И тогда я их оставлю в застанавливании и оценении того, что мы хотим, чтобы они больше болели о том, что они в общем будут принимать, а не что они будут делать и как это будет выглядеть. То есть, этим же хочу создать ситуацию, чтобы они больше волновались или боялись за то, будут ли вообще приняты, чем задавали бы мне массу ненужных вопросов, что будут делать. И это почувствие непевности я буду всегда использовал в процессе целого дня, когда я когда-либо потерял контроль над ним, или, например, графас будет мне спросить за много вопросов, или будет за очень упротливым, я всегда буду возвращаться до того, что, ну, верь, менеджер с тысяч человек планирует принимать не меньше, чем 3. И так или иначе всегда, когда я начинаю терять контроль, или за много, начинают меня спрашивать, перенимать опять инициативу новый человек, я всегда ввожу это чувство неуверенности. Таким или иным образом опять же вспоминая, просто вспоминая про то, я же тебе говорю, что только несколько человек менеджер собирается принять, а ты меня расспрашиваешь у него, спросишь там, что тебя интересует в конце дня. Номер три. Познание тренируемого. Без жадной прервы, одразу приходя до того, что они собом репрезентуют, кем сом, и я то называю «Без никакого перерыва переходим к познанию этого человека». Что он собой представляет, чем занимается, я то себе называю, такой началом создания образа этого человека? То, Гинтас, скажи мне, что ты делаешь в последней практике? Переходим к конкретной ситуации. Перевести? Нет, не надо. Надо перевести для всех. Гинтас, скажи мне, пожалуйста, что ты делаешь в последней работе? Я имел свой бизнес, но сейчас потерял. Имел свой бизнес, сейчас потерял. Вот еще работа. Не могу. Мелось набрать лес, раз сгубил, раз еще набрать, не могу подобрать для себя. Окей, мялось свой бизнес. Я записываю эту информацию. Мял свой бизнес. Я записываю эту информацию. Имел свой бизнес. Какого рода бизнес это был? Мы сшили одним словом. Вот там сшили, сшили. И, думаю, я вас уменьшил с этим словом. И, думаю, что плотальность изменилась. И, думаю, что... И, думаю, что... И, думаю, что... И, думаю, что... И, думаю... Как долго ты имел свой бизнес? Как долго ты имел свой бизнес? 4 года. 4 года. И надо было тебе закрыть бизнес, потому что просто не было уже прибыли, да? И, думаю, что ты хочешь найти такую работу, которая бы происходила больше чем 4 года. На долго, да? Все люди еще в постоянной нормальной работе. Все люди в постоянной нормальной работе. И очень хорошо. Я уже начинаю понимать, что этот человек может захотел понять мой бизнес или наш бизнес в способ такой, который покажет ему, что у нас не можно тратить, что не можно... Немного, не знаю... Немного, не знаю... Немного губления денег, и что есть у нас всегда возможность развития и так далее. Что это будет другой или другой? В каждом случае, всегда, международная работа, что... Он лучше, который проводил свой бизнес, и что ему не вышло. Как, с результатом, большинство людей на здесь. И, думаю, что здесь важно. здесь пишет уже понял что говорят этим человеком будет всегда помнить про то что он потерял что-то в своем бизнесе и будет подчеркивать несколько раз что в нашем бизнесе невозможно потерять он понял то что он ищет это на долгие годы бизнес это хорошо уже понятия мотивации что что с этого человека можно думать что будет менеджер только остается узнать можно вложить только труда то есть много информации в этом коротком разговоре я подчеркнул бы тоже в этом месте что знаешь гинтаз да самом деле в наши годы очень трудно вести свой бизнес чтобы он был постоянно прибыльным бизнесом подкреслям тем самым вартость того что мы робим мы проводили бизнес и мы и тем же самым подчеркивал бы то что мы делаем это потому что мы имеем какие-то результаты и и мы наш бизнес постоянно развивается промерова по его гинтаз как долго шука кеды замкнущим как долго ты ищешь работу когда закрылся твой бизнес скажем полгода посмотрел просто фирмы не уверен не конкуртирует там как может еще нормальную стабильную фирму полгода еще вот что-то не нахожу много коллега как зарабатываешь так проводząc сейчас или там в последнем время как зарабатываешь проводząc в этом бизнесе сколько ты зарабатывал последнее время когда ты Я занимал свой бизнес. Пять тысяч долларов. Пять тысяч долларов. Но я говорю легально. Я спрашиваю легально. Легально. Сто долларов. Жена. Значит, заработал пять тысяч долларов, так? На месяц? На месяц? Пять тысяч долларов? Один раз. По месяц? Каждый месяц? Один раз можно. Один раз. 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 И в춘е. Один раз. Эти тысячи литов заработок. Я знаю, что не вкладываю листью, просто там было написано, что не вкладываю капитала своего, значит, что-то там было такое, что-то написано в объявлении, просто так, с иностранным капиталом. То есть, понятно, почему он отреагировал, потому что не надо вкладов, чтобы с ограниченным капиталом у него бизнес горел, он отреагировал потому, что очень важная информация для тренера, чтобы дальше вкладывать. У нас нельзя поделиться, ты можешь поделиться. Для меня это человек, который может быть интересен в будущем, а не может быть денег, которые зарабатывать сегодня. Но я знаю, что это человек, который бы хотел что-то больше всего в жизни, а не прежде всего работы за 250 литров. Какие мысли приходят после таких разговоров коротких с новым этим человеком? Ричард говорит, что я уже понимаю для себя, что этот человек может быть таким на перспективу человеком, что его интересует что-то больше, чем там 200 литров или 200 долларов. И уже понимаю, в какой категории это человек, и как дальше говорить, и в каком моменте перейти к каким-то вопросам роста в нашей фирме. А так как мы именно ищем людей, которые хотели бы что-то больше иметь, чем средний человек, поэтому этот новый человек для нас идеальный человек для нас, каких мы ищем, потому что он ищет каких-то больших возможностей. Сейчас, чтобы знать, если я вам покажу, что человек зарабатывает, как тренер, как сделать звонок, сколько заработает он в целом. То есть 40 долларов. Поэтому я сейчас хочу перейти дальше к его познанию и понять, какой величины сумма Перекроет его содержание, себя, дома, семьи И поэтому я спрашиваю нового человека, как у тебя есть квартира, ты снимаешь или у тебя дом, как живешь? Так как все потратило, значит, снимаю сейчас В наймое мешкание, потому что с какой-то братом ты знаешь А вы наймое мешкание? Маш родину? Маш жены, дети? А, спрашиваю, имеешь семью, жену, детей? Нет А или платишь за вынаем? Сколько платишь за аренду квартиры? 100 долларов На месяц, на тыдень, на месяц Уточняем все, помечаем, что это будет схема вашего знания и счастье, может быть за полгода, когда вы с ним будете работать Поэтому много кому не хватает, я знаю, иметь такую цитратку и писать это все Это помогает, приятно, и он даже не спросит, когда вы пишете От себя тоже важно, чтобы мне не начать писать А я доходу до этого Не предупределай мне Не предупределай мне То значит, не мажешь родины, ты сам И сканд ты походишь здесь? З Риги? Не, не То значит, спрашиваю, у тебя нет семи, ты сам живешь, а где живешь, откуда ты родишь, из Риги? В Вильне Вильне, очень хорошо Очень хорошо Знаешь в Вильне, знаешь Марьяна Вильнисе Он говорит, ты из Вильнеса, всегда говоришь, очень хорошо, мне знакомые в Вильне Марьяна Знаешь ли, Марьяна Вильнисе Окей, для того, что важно Важно это, сколько он платит за mieszкание Мы, показывая ему бизнес с той стороны, что ему показывает, что ему показывает Что ему показывает, что ему нужно показать, чтобы он мог из этого выжить Мне кажется, что так Нет родины, нет детей Платит 100$ месяц за выжим Я думаю, что если могу ему в добрый способ показать Взглядный, каждый заработок И в будущем в этой карьере То есть это человек, который будет заинтересован Может быть заинтересован Эти все информации очень серьезно собирают Мы понимаем, как мы можем смотивировать этого человека, чтобы он был заинтересован То есть, например, в этой ситуации Знаешь, что он один, он без семьи За 100 долларов снимает квартиру Прикидывает, сколько у нас звонок Сколько дней надо, чтобы там покрыть аренду Что еще можно заработать Если это правильно представлю И потом сделаю этот результат И вернуть его информацию, которую записал о нем Так я думаю, что этот человек мог бы быть хорошо смотивироваться и остаться в нашем бизнесе Графас, скажи, ты работаешь сейчас или ты без работы? Ну, сейчас у меня есть более-менее такую работу Мы автомобили продаем Мы продаем автомобили Мы продаем на базаре Мы продаем еще какую-то работу Мы продаем автомобили на базаре Так скажи, пожалуйста Почему ты, имея работу, продавая автомобили Почему ты отреагировал на наше объявление? У меня в Германии только 3 девчонки А в Литве 2 Сколько я могу кататься? Ну, кататься надоело, хочу дома быть Только 3 девчонки А в Литве 20 Ну, там в Германии надоело ездить Хочу быть дома Подружжевой надоело То будешь потребовать много денег, чтобы удержать тебя в детстве? То надо будет тебе много денег, чтобы содержать столько девушек? Ну, я учусь без денег, потому что денег немного зарабатываю Учишься без денег, зарабатываешь Более зарабатываешь Сколько зарабатываешь, sprzedając самоводы? Ну, 300 долларов в месяц, ну получается Сколько зарабатываешь, спросил Ричард, нового человека, продавая автомобили? Ответил он, что 300 долларов в месяц В месяц? В месяц 300 долларов в месяц получается, говорит Иногда Иногда Что это значит? Через часом 300 долларов в месяц выходишь Как долго ты уже работаешь там? Как долго ты уже работаешь в этом бизнесе? 3 года 3 лет Машь родину, может? Есть, может, здесь у меня? Папа, мама, я Мешкаешь у родицов, или сам у родицов? То танем mieszкаешь, да? С родителями живешь или сам отдельно? Да, с родителями То танем Это дешево, значит? Плачишь? Плачишь? Плачишь coś родителям, или просто все, что зарабатываешь на твои деньги? Ну, вообще-то плачу Я бы так ответил, но по натуре так нет Плачишь, я бы так ответил, но по натуре так нет Плачишь, я бы так ответил, но в результате так нет Плачишь, как они продают автомобили, там еще залили тел Плачишь, не стыдаешься с автомобилем Плачишь, какой-то там впадкой с одним автомобилем Какой-то шагуин То спретаж авт, то racей, тяжкий хлеб, да? Поэтому я сейчас говорю, так Продажа машины, то тяжелый хлеб, да? Да Так Ты собираешь себя хорошей, что позволяет тебе зарабатывать больше, правда? Кто-то с какой-то современной будущей так как понимаю еще что-то новое и чтобы это было на будущее чтобы зарабатывать больше денег, да? Да Хорошо 300 долларов на месяц Подзел я то на... Иле в месяц мы в месяцем? Хорошо 300 долларов в месяц поделим это, чтобы узнать, сколько в день, в неделю. Сколько имеем недель в месяц? Четыре. На четыре. То остается 26 дней рабочих, так? Остается 26 рабочих дней. То поделить 300 долларов на... Czy может, працываешь в неделю тоже? Может, ты в воскресенье тоже работал? Я знаю, только в воскресенье работаю. А ты в воскресенье? А что ты делал целую неделю, если работал в выходные? Или в Германии, или с девчонками. А в нем все, кто здесь сидит. То целый час працываешь в сумме. В сумме в неделю все время ты работал. Поделить 300 долларов на 30 дней. Так что 300 долларов можно в этой ситуации поделить на 30 дней. То выходит 10 долларов в день. Получается 10 долларов в день. И для чего... Для чего... Здесь важно, что я хотел ему дать осознать, почему, что он зарабатывает только 10 долларов в день. Почему это важно? Потому что я сейчас, может быть, на конец дня, покажу ему, сколько в один день можно заработать. И для некоторых людей 300 долларов в месяц, то есть, уха, много денег, но если, например, он хандловал целый неделю, или когда мог, и была это работа целый час, то, конечно, эти 300 долларов заменят в 10 долларов в день. И просто я таким образом показываю, как это его работа выглядела, и что в день получилось столько, тем более, что он работал каждый день. И 300 этих долларов только иногда как-то щелкало ему. А я собираюсь показать после разговора деньги, которые будут там, скажем, не знаю, звонок, или привет звонок, или ползвонок, но какие-то представлять немаленькую сумму. И потом сравню с тем, как мне удалось, с тем, что он зарабатывал, показать деньги нашего дня. Я знаю, что если я зароблю сегодня, например, 40 или 50 долларов на конец дня, я jestem в stanie показать ему что-то, чего он не зарабатывал, правда? Я знаю, что если я каждый день сумею показать результат 40 или 50 долларов, я легко посчитаю, вспомню этот расклад, что я ему, его могу легко смотивировать и показать, что он такие деньги раньше не зарабатывал. Будете имели люди, которые работали в нормальных закладах pracy, там, бетон-сталу, которые зарабатывали средние деньги? Какая средняя в закладе работы? Часто будете иметь людей, которые из какого-то там бетон-стали пришли, из каких-то больших государственных предприятий, которые не зарабатывали больших денег. Это, наверное, чаще попадающиеся люди. Какая средняя заработная плата, спрашивает Ричард, я точно не знаю. В Литве это 100 долларов, в Латвии, в Соте, какие средние зарплаты какие-то на больших заводах государственных? 100-150 где-то. Личьмы, что 100-150 долларов, нехто будет даже 150 долларов. 100-150 долларов принимаем, хорошо? ОК. То, если кто-то заработал 150 долларов, я поделил это на 25 или 20-колько дней рабочих в месяц, то выходит на правду, по 4, по 5, по 6 долларов в день. Так что, если возьмем среднюю, даже там 150 долларов, которые он зарабатывал, например, этот человек разделим там на 25 или сколько за дней, сколько получится? То есть около 4, по 5, по 6 долларов в день. То есть, если мы, как тренерцы, делаем звонок, мы можем показать им 30, 40, 50 долларов, то мы огромную преимущество. Так что, если в конце дня мы имеем там что-то около звонка, в Литве это там 25, около долларов, в Латвии, в Эстонии побольше, в любом случае там или это 30 или 40 долларов, или чуть больше, чуть меньше, а мы по сравнению с этими 10 или 6 долларами в день, мы имеем большое преимущество. Мы уже знаем, что сделал такой результат около звонка. Мы имеем много, что показать для этого человека, чтобы его смотивировать по сравнению с тем, что он имел в своей работе. И вспоминаю, что целый час еще jesteśmy на паркингу, в самохоте, перед бюрем, или там где-то, на пристанку трамвэлевом, или где-то. И вспоминаю, чтобы вернуться к дню тренинга, что это все, что говорим, это мы находимся или в автомобиле, доехав там к зданию, в котором собираемся входить, или на остановке трамвайной, или в трамвае, или только что вышли с трамвая и собираемся войти в здание, этот разговор происходит еще перед первой продажей. Это основная, очень важная информация, которую я тронусь в территории, покажу первую продажу. Потому что я должен контролировать ситуацию, они должны играть под мою музыку, я должен знать что-то о них, чтобы в трудных ситуациях их поставить на место и отреагировать должным образом. Подчеркиваю, что все время мы должны быть профессиональными. Мы репрезентуем очень большую, поважную фирму, потому что так им было представлено на интервью, так им представлено было на początku сегодняшнего дня, что это большая корпорация. Что значит профессионально? Это много аспектов на это складывается. Так как в начале дня или на беседе еще день до того, менеджер говорил на интервью о нас, как о большой фирме, о международной корпорации. Поэтому, как вы должны выглядеть? Начнем с таких вещей, как галстук или рубашка. Как должны выглядеть? Так что я всегда намазываю моих тренеров, чтобы собрали себе обычный, как это такое, такой зесык, этого формата и всегда его за собой иметь. Потому что при собрании информации от людей мы собрали себе что-то такое, берем дугопис фирмовый какой-то там и выглядим очень профессионально, собирая от них эту информацию. Поэтому купите вот это, что говорит сейчас Ричард. Я знаю, мало это делает. Это простая вещь. Я всегда учил своих тренировок, говорит Ричард, иметь какую-то тетрадку, какая бы она ни была, лучше всего не одноразовый листок, какая-то фирменная ручка, и берем эту тетрадку или блокнот и записываем все информации, нужные о том человеке. Это уже будет профессионально. Помогите вам. Потому что мы шуками людей, значит, мы можем найти людей, которые проводили свои собственные бизнесы или были на высоких статусах. И мы можем разобрать от определенной компании, какими-то там, каким-то там, как бы я сказал, каким-то там, каким-то там, как бы я сказал, таким, что мы то, что делаем, не делаем только для того, чтобы спретать, чтобы обраться товаром, но мы только делаем это для выстроения людей, для научения этих людей и для открытия больше площадок. То есть нужно это разобрать, хотя бы нашим действиям или тем, что мы делаем. То есть и наше поведение, и наш выгляд, наш внешний вид, наше поведение должны говорить о том, что мы собой представляем, чтобы мы отличались от какого-то среднего торгаша, который там, который что-то нам продает и часто думает, «Ой, я это знаю, я это делал». И, скажем, вы людей можете встретить на тренинге, которые имели свой бизнес, были там в каких-то высоких должностях, и вы своим поведением, своим внешним видом должны именно создать профессионализм, соответствующий тому, что представлял менеджер, и как в начале дня были вы представлены как один из лучших людей нашей фирмы и в соответствии с размером фирмы. И чтобы он тоже понял, что для вас, в конце концов, не самое важнейшее только продать, а что вы пытаетесь узнать человека и научить человека, уже говоря про дальнейшие этапы, чтобы этот человек мог развивать нашу организацию и стать директором одной из фирм нашей организации. Быть профессиональным, то не может быть пожичание дугопису в себе, да? Быть профессиональным, что это значит? Это не может быть то, что я отложиваю эту ручку утром у кого-то. Знаешь, хотел бы я записать графу информации какой-то о вас новой. О, граф, у тебя нет ручки отложить. Маш дугопис, может? Может, у тебя есть это? Нет. Посмотри, там под сидением, может, там лежит старый. Посмотри, там под сидением автомобиль, может, там где-то под ногами, там валяй, например, старый. А ты масш каве-карт? А может, у тебя есть кусок бумаги? Або какую-то пустечку, або пачку папироса. Или какую-то сервителю, салфетку или, о, классно, на пачке сигарет можно. Я себе тут завтра и позже тебе отдам, доброе? Я здесь запишу, а потом тебе отдам. Хорошо? А подожди, может, я тут мам какую-то старую пачку. О, подожди, когда здесь старую пачку имею сам. Так же, я сам когда-то записал информацию о человеке новом на этой салфетке. И знаете, что это не профессионально, тем более, если в территории доходишься, часто имеешь название. Не хотели бы видеть свои важные цифры и свои важные информации в трудных ситуациях? Так же, это важно, что мы профессионалистами от начала до конца и такими мы должны быть. Поэтому очень важно, чтобы мы были профессиональными от начала до конца и такими мы должны быть. По забранию этих информаций, сейчас я могу отпалить самохут и едемы только в территорию. После сборки этих информации, если я был в машине на паркинге, еще перед выездом в территорию, где-то рядом с описом, тогда я завожу его и еду в территорию. Я имею сейчас банки информации, имею пульпит, который имеет разные приписки и каждый приписк, то есть какая-то вещь на тему тех людей, которая может быть важна и могу использовать в течение дня до моего тренинга. Это информация, что-то есть. Это есть такой пульт, на который я нажимаю в течение дня в нужные моменты, на нужный этот клавиш, могу с человеком справиться, его сконтролировать, его смотивировать. То, что с ним надо, то могу и сделать. Если я на как-то клавиши пульта уже имею ответ о нем. Так что едем в территорию. Это американский, большой автомобиль, четыре ряда. Четыре люди сидят в одном ряде. Во то, приду, сидим. Подчас дороги между бюремом и районом, мы имеем несколько минут. Во время дороги офиса к месту продажи или территории имеем сколько-то там, несколько или чуть больше минут. То есть час, когда я доведусь на темат их особистых заинтересований. То есть час, когда я могу с ними заколеговаться. Это время, во время которого я должен с ними подружиться. Что-то спросить про хобби, про интересы, про какие-то занятия, про спорты, чтобы с ними подружиться, быть ближе. Я не хотел бы, чтобы путь в территорию был гробовой тишиной, чтобы мои новые люди тренируемые думали о разных вещах, анализировали, выпрыгнуть тут или нет. То есть постоянно я как тренер должен поддерживать темп целого дня. Потому что если мы молчим, ничего не происходит, мы думаем, что это за фирма, что-то такое. И поэтому вы контролируете ситуацию и задаете темп. Ну, едем. То, что графа с... Разумеем, что этот... Машь споро девчон в таком разе. Не машь, не машь, не жонатый. Так что, насколько я понял, граф ты не жонатый. Много, много девушек. А ты гинтаз тоже, правда? Мешкашь сам, не машь, не машь жены. А ты тоже гинтаз, не машь жены, живешь один, да? Так как можно видеть, я чуть-чуть старшим. Так скажу, я тоже самое был женатый. Раньше взрослый, а потом бизнес. Ну и времени нет. Очень хорошо. Очень важно для вас. Погналите. Погналите, потому что сегодня как раз будет много приятных контактов. И будут разговаривать с разными секретаршами. Так что, если будете очень... Если день хорошо пройдет, то вы хорошо себя будете вести. Так что я думаю, что может быть несколько интересных телефонов. Будем иметь, игра для тебя. Мы уже имеем общую тему, они уже надюсованы, уже хорошо. Уже смеемся. Мы знаем, что будем иметь много игр, и я знаю, что будем иметь хороший день. Потому что потом я им объясню, что чем больше девушек хотят встретить, тем быстрее надо бегать, и больше человека обойти. И на pewno не опустили żadных дверей, потому что никогда не знаешь, какая девушка может быть за этой дверью. То скажи мне, графас, любишь музыку? Скажи мне, граф, любишь музыку? Да. Какую музыку любишь? ACDC. Я тоже люблю ACDC. О, классно, я тоже люблю ACDC. А ты любишь какую-нибудь музыку? Я вообще красивую жизнь люблю. Красивую жизнь. А он любит пенсное житие? А музыка? Я говорю музыку. Я спрашиваю, какую музыку любишь? Вот ты. А я могу сказать, потому что я так и с молодыми работал, и с... А все любит музыку, он с ними работал, и то, и там, и там, и там. Я очень рад. Слышал, что ты слышал, что такое группу как ACDC, которую граф любит? Слышал, я тоже, в сумме, не только ACDC, а я тоже люблю, в сумме, не только ACDC люблю, я люблю, в зависимости от настроения каждую музыку. А играете, может, какие-то спорты управляете, может, играете в пилке, или что-то? Может, каким-то спортом занимаетесь, какой-то, с мячом, ну, какой-то игры, или что-то? Баскетбол. Баскетбол, очень хорошо. Очень хорошо, баскетбол. Раньше занимался, конечно, спортом, баскетбол, атлетикой, бизнес, времени не было. Зайповал, что легкого атлетикова, либо там бизнес не было часто. А что в легке относится? Бегание, скоты? Бегал ты или прыгал, что делал в легкой педике? Бегание, и прыгал, и одним словом, что делал здесь, скажем, на педике, и на многое, я помню. И на разные вещи, которые входят в ту легкую атлетику. Это фантастично. Классно, фантастично. Потому что выглядите мне на очень выспортных. Потому что выглядите мне на очень спортивных людей, молодых. Поэтому для вас хождение сегодня весь день провести со мной в территории не будет никакой проблемы. Никаким проблемам. А скажи мне, на какой позиции играешь в кошековце? Скажи мне, граф, а в какой позиции играешь ты в баскетбол? Нападающий или как? Как любитель, то где попадешь. А где же? А может быть какие-то достижения, какие-то награды, или в какой-то игре в команде? Награды нет. Не было. Хотел. Хотел. Почему спорт для меня является очень хорошим тематом для разговора? Потому что, во-первых, никто не хочет признать себя, что он имеет какие-то слабости. И они мне перед темой сказали что-то, что в территории я может использую на них. Почему спорт является очень важной и простой вещью? Потому что никто не хочет признать себя слабость. И они сказали несколько таких вещей, которые я очень хорошо смогу использовать потом в территории, имея в виду темп работы или другие дела. Так что им будет сейчас встыд нарекать, что ноги мне болят, что ноги мне болят или что-то, потому что перед обедом они говорили о какой-то хорошей кондиции и как они там спортивны. И важно, чтобы мы общий, близкий контакт навязали через хобби, другие интересы, спорт и похожие дела. По то, чтобы собе зыскать их приязнь. То есть, может быть, может быть немного познакомиться, но чтобы они отверли, чтобы вылузовали, чтобы были, как бы так сказать, более вылузованы. Все это к тому, чтобы расслабить их, чтобы они были более открытыми, натуральными, расслабленными и забыли этот стресс, который там скопился у них, чтобы там хотят узнать сразу все и идут в разговоре, они расслабляются, чтобы они были более натуральными и дружескими. Разница между доеханием до своего terеном, с тренированными, одного тренера и другого, может быть огромной. Разница может быть огромная. Один тренер доезжает с человеком из офиса к территории и другой тренер это делает. Разница очень большая, бывает. Один, например, тренер выходит, уже приехал на место, где будет продавать с новыми людьми и все смеются и все веселые. А второй выходит из машины и стоят у него двое людей, которые чаще всего смертвиноват в своем жизни, так как бы переживают какую-то tragedию. А это прежде всего урокисти день для них, потому что они были выражены вокруг многих. А у другого тренера приезжает к месту продажи и видим, что стоят два очень грустных человека, которые... такое впечатление, что у них наибольшая трагедия в жизни, а ведь они сегодня были выделены как лучшие, которые были приглашены на этот день, а выглядит как будто случилась трагедия. Напрячены все. Знаете, который из этих двух будет иметь лучший день тренинга, знаете, который из этих двух тренеров будет иметь лучший результат в конце дня и который будет иметь больше шансов, что эти люди у них останутся в группе. Так что очень важно, если эти пункты, которые мы сейчас имеем за собой, если хорошо их проделаем, от первого контакта до собрания, информации и навязания там общих интересов каких-то, если бы все хорошо сделали и нам это удалось, часто, быть может, 80% дело уже имеем за собой. Конечно, нам тут забирает это немного дужее часу, а не если это реально, потому что в практике минимализируем это до раптом килку минут разговора. Мы здесь, конечно, немного растягиваем, это не так, как в жизни, только потому, чтобы для вас более широкую гамму этих возможностей показать. Реально это в несколько минут или что-то в этом роде вместится, в зависимости от ситуации, но здесь думаю, чтобы просто проанализировать более глубоко, занимается дольше времени. Так что приезжаем до нашего района, приехали в территорию, затормозили уже, находимся в здании, где будет продавать. Еще раз, потому что это не самый лучший тормоз. И выходим с машины. Смотри, какие здесь классные территории, полно секретарок в этом офисе. Так что выходим, имеем много игры, а я вообще ни при чем. Это моя секретарь, я снимаю товары. Я охрана. И это, заполняю товары. Пункт четвертый. Наставление моих людей до дня. Пункт четвертый. Наставление моих людей на мой день. И может некоторые не знают, как важно это, но для меня это сделало огромную разницу, когда я себе людей приготовил на день, а когда они просто там были и со мной были. И могут быть две огромные разницы, когда просто я их подготовил на этот день, и таким образом, как мы сейчас идем, они подготовленные вышли в территорию, или другой вариант, что они просто были со мной, потому что были. Так что мы уже неплохо знакомы, я их немало знаю, и в этом моменте они наверняка уже умирают с любопытства. Так что мы все-таки будем делать, потому что я до сих пор не знаю, что это будет. . . . . Так что следующий этап еще перед тем, как нужно продавать, надо чтобы ознакомить с товаром или с карточкой скидок или с кассетой нашего человека, чтобы его взять на свою сторону, подготовить к возможным негативам. Поэтому я например имею калькулятор, даю, посмотрите какой калькулятор имеет. Хороший? Выглядит хорошо. Как думаешь, сколько этот калькулятор может стоить, и выбираю один из самых дорогих магазинов в городе? Я говорю ему, как думаешь, сколько такой калькулятор мог стоить в городе, и выбираю ему один из самых дорогих магазинов в городе, известных? Не знаю, сколько 70 литров. Думаешь, что может каких-то 70 литров? А ты что думаешь? А что ты думаешь? В универмаге я видел, что 82 литра была. 82. Точно такие. 82. Хорошо. Если я продаю этот калькулятор, я буду продавать по 50 литров или по 40 литров, то цена мне отвечает, о чем они сказали. Если я продаю этот калькулятор где-то по 50 или 55 литров, так что мне ответы очень классные, тогда мне это подходит, с ними будет легко работать. А человек же с веренами? Вот не дадим, пожалуйста. А у меня спрашивали про дорогой, про универмаге. А у вас там тоже с веренами? Нет, граф неправильно понял, не тебя спрашивали, говорилось, что, как предлагается тренеру, использовать один из дорогих магазинов. А вас просто спрашивают. Потом я тоже удивился вашим красивым ответом. То есть мы должны поправить, что может быть, потому что граф на базаре, или на базарах, то чаще украсться в негативе. А как вы здесь разумеете, я думаю, что он должен поменять. Может быть не дадим? Может быть не дадим? Ну, например. Окей. я хочу вам объяснить, что я делаю. Я не хочу услышать, сколько этот калькулятор стоит на базаре. Я здесь хочу объяснить, что я делаю. Я не хотел услышать, сколько этот калькулятор стоит на базаре. Поэтому мое вопрос до них не стоит. Огромните свой картон, сколько он может стоить на базаре. Это мое вопрос. Поэтому я не спрашиваю его. Посмотрите, сколько он мог бы стоить на базаре на Горюнае. Я так не спрашиваю. Я выбираю самый дорогой магазин, какой известный есть в Риге. То есть, правильно. Вопрос был именно так поставлен, что я выбираю в Риге, например, самый дорогой магазин, какой известный есть в Риге. Например? Какой например? Рига. Универмаг. 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 И это мой вопрос, именно ориентирую его на дорогой боготью. Потому что я хочу направить его на то, чтобы показать, что есть разница и что мы имеем тонкие вещи, чем в универе магии. Потому что я хочу направить его на то, чтобы показать позитивно свою разницу, что думая, что он в этом дорогом магазине немалую цену увидит, чтобы показать, насколько лучшая наша цена, чем в этом дорогом магазине. Что не всегда с базаром получается, как вы знаете. Я могу добавить еще что-то, что ты знаешь, что в других городах, в Вильне, потому что мы в Ридзах, я много путешествовал в Вильне, не в Универмаге, только в других городах. Но это тоже в Универмаге. В Вильне в Универмаге стоит около 120 литров. Я еще могу добавить, если я примерно знаю, что там другая, ближайшая страна или город еще может быть дороже, что ты знаешь, что я много путешествую. В Вильне в Универмаге только больше столицев стоит такая вещь. И конечно киваю головой в позитивном подтверждение этой информации. А мы сегодня имеем шанс, мы будем это тестировать для фирмы. Или собираем мнение, информацию о этом товаре. В цене, не знаю, 50, 40 или 50 литров. А мы это будем тестировать или собираем информацию по цене 50 литров. И хотел бы от них получить реакцию, подтверждение, такую помощь для себя, что вау, это классная цена, хорошая цена. Не думаешь, что это хорошая цена? 50, а 120? 50 и 120? Это меньше, чем половина. А я дойду до этого. Дойдем к негативам, но... А если не дойдет до этого, то запишите и на конце будем... Так как Ричард говорит, что зайдем к этому, поэтому не делайте шорох, волнуйтесь, что они за идеальные клиенты. Если к этому не дойдем, потом поднимитесь и вы за негатив. Я думаю, что перед вами самый носорожский тренер, который никакой негатив не испугает. Это пользуйтесь. И, например, сейчас, когда я уже подготовил по дорогим магазинам версию, запромировал, если, например, человек, который бывает на базарах, говорит, а у меня соседка имеет это по 30, то я скажу, да, я знаю об этом. Наши są легальные. Наши это легальные, везенные. Легальные. Плюс в большинстве склепов, так как тут коллега сказал, 80 или 120. Плюс к тому, что они легальные, в большинстве магазинов стоит это 80 или 120, так как говорил коллега. И многие люди покупают в этих магазинах, универмаги, другие, и платят 80 или 120 литров. То мы для этих людей имеем революционную цену. То для этих людей мы имеем классную аферту, предложение. Классную цену. Но, если, например, что у нас продает, что у нас продает? Что ты продаешь в офисе, например? Духи. Духи. Запах. Запахи до самовода. Да. То есть ты, имея запахи до самовода. Ты, например, имеешь эти запахи для автомобиля. И имеешь двух тренированных, przeciętных тренированных двух. И имеешь двух своих средних тренированных новых людей. Какая вероятность, какие шансы того, что двух средних новых людей будут знать именно этого товара, именно цены на нижшие, которые тебе будут неудобны? Какая вероятность? 8%. 8%. Даже не важно, сколько, но это факт, что согласны все, что это малый процент. В большинстве людей, которых тренируем, те люди, которых тренируем, это средние какие-то кушатели хлеба, такие, как Richard, я и другие. И если кто-то ко мне придет и спросит, сколько такая вторичка стоит в магазине, я не имею зеленого понятия. Какие еще товары мы имеем? Что мы имеем? Массажеры, правда? Какие мы еще товары имеем, например? Массажеры. Весьте массажер, тем, которым мы имели массажер. Кто продавал массажера? Ренка до горы. Кто продавал массажера? Постарайтесь на долго не выходить, потому что делаем без перерыва, чтобы не потерять мысли, так что коротко. Массажеры, кто продавал еще раз? Джуз для массажера? Джуз для массажера? Кто из наших тренированных везет, как бы он в целом такой массажер в целом? Сколько из наших новых людей тренированных знали бы, сколько такой массажер стоит? Один, два. Не имею шанс. Один говорит, что 1200 литров, другой говорит, что ты глупий, что 500 литров, а не 1200. Не имею шанса. Один говорит, что там 1000 литров, другой 500 литров и там 10 литров. Очень тяжело. А мы, разговариваясь с ними, говорим, что самый дорогой магазин в околице, мы сразу говорим им очень высокие цены. А мы конкретно направляем, спрашиваем о ценах похожих товаров на лучшем, на более дорогом магазине. Мы имеем информацию, на которой мы можем заправить свою ситуацию. Анисуру. Цаа ромова полега над тем, чтобы они везли, что мы должны, что мы можем, что я мою литрову, а доброа цену, а лучше на колокольцах. И чтобы они знали, что это добрая цена, доступная цена, это маленький товар, как хорошо лечит, как и добрый калкулятор. Я бы хотел, чтобы они были надюсованы на этот товар, который я имею. Важнейшее здесь, чтобы они были надюсованы на этот товар, чтобы они были по вашей стороне, чтобы они знали, что этот товар по сравнению с хорошими дорогими магазинами мы имеем в хороших ценах, и какие здесь клавиши четкие, чтобы они были надюсованы им, чтобы легче было работать. Так что, входит к клиенту, я не могу иметь за собой тренированных, которые... Я говорю, что это действительно добрая оказа, а тот мне говорит, что я это еще где-то танее видел. Я этого не потребую. Не может быть такой ситуации. Я не хочу, чтобы случилось так, что если я не проведу этого этапа подготовки новых людей к негативам, я не хочу, чтобы произошло, что я говорю, о, какая классная вещь, это там стоит 50 литров, а он на моей спиной скажет, о, я думаю, что где-то это дешевле видел, а он на горюная это дешевле, то есть чтобы он портил вам день. Так что, перед тем, как мы войдем в первую дверь, я имею в них поддержку, а не то, что имею в них какую-то еще проблему, имею двух человек, которые любят мой калькулятор, а они по моей стороне. Так что, это четвертый пункт. То есть, что, что... Не будет дешевле, а на вас дешевле. То есть, было бы пытание, а я когда-то спрашивал, что это дешевле? То есть, что это дешевле? То есть, что ему поведет. То есть такое таймливое закрепление, которое тебе вытумачаю на конец дня. Если бы он спросил... Тоталее человек, и он даже не хотел вернуть со мной с вершиной до фирмы. Эти шесть мест totalmente изменило человека и его. А может, ты помнишь, как бабочка, кто-то взяла этот калькулятор, а может этот жебрак тоже там возьмет, или там кто-то там кто-то. Поэтому, например, эту ситуацию использовала ему договорить, когда уже они устали и руки у них отпускают. Смотри, давай зайдем еще в ту там дыру. Там какой-то нижний сидит. Помнишь, как эта бабка кладезная взяла? Может и тот еще купит. Или, если было какое-то маленькое бюро, где-то там далеко, на конец кольца, нам не хотелось идти. Если какой-то уже там... Входим в длинный коридор и какой-то видим в конце коридора какой-то маленький... ...маленькая контора и нам уже не хочет идти. И если мне случилась ситуация там раньше в течение дня, что где-то не хотелось нам идти и сомневались они, что там возможно, что продали им, а там кто-то взял пять или десять. То есть, уже есть-то, я могу до них ко минуту вспоминать, как важно, чтобы человеку оферовать пять раз, или чтобы идти на конец коридора мимо всего. Это очень важная информация, чтобы уже постоянно этим людям вспоминать и чтобы эту ситуацию использовать, смотивировать их, что, видите, тогда было так, так что здесь тоже стоит пойти попробовать, не пропускать ни одной двери. Постоянно учим, то есть а потом говорим. И очень важно здесь, чтобы показать новым людям, что наша работа простая. И что они, новые люди, будя на моем месте, могли бы не трудно научиться всего того, что надо для этой работы. И могли бы это тоже так же сделать, хорошо, как я. Помните эту бабку из туалета, которая берет деньги? Как ты думаешь, если бы ты пошел вместо меня в туалет тогда и вместо меня бы предложил этой бабке, думаешь, она у тебя бы взяла? Может быть, может быть, может быть. Но когда ты видел, что с хорошим настроением, ухом на твари, своим энтузиазмом, мы не обогрели ее руки, я не поставил ножа к гордости, только просто сам факт, что я ей это заоферовал, с dużым ухом, с каким-то энтузиазмом, она это взяла. И ты видел, что с какой улыбкой, как мы с каким-то энтузиазмом это сделали, к ней подошли, и ты видел, что мы руку ей не заломали, нож в гордость не поставили, чтобы она купила, просто делали это весело, расслаблено, откровенно, и она это купила, да? И так, до сих пор буду с ними работать и идем развивать, чтобы они сами поняли, вау, как это просто, в самом деле, чтобы я пошел к этой бабке туда, она у меня бы тоже взяла. И я думаю, что это от себя добавлю пару слов, это важная полячка для многих тренеров из нашей организации, что вот это не дорабатывается, не дорабатывается, чтобы научить человека настолько, чтобы он чувствовал себя комфортно на работе, это можно на много дней, может это можно в один день лишь петь, вот именно то, что Ричард сконцентрировано говорит, чтобы эти примеры переносить на новых людей, чтобы он сам сказал, о, это просто. Или приводим пример, если нам попался в день такой, кто-то, кто взял там 5 или 3 калькулятора, тоже это вспоминаем. Помнишь того в конце коридора, который взял 5 калькулятора? Помнишь, предлагали ему один. Он сказал, что хорошо, возьму. И тогда я заофрировал, нечь пан возьми мои последние 5 на презенты, или для клиентов. Помнишь, тогда я ему сказал, вы возьмите пожалуйста оставшиеся 5 на презенты, для клиентов в подарок. И он взял, правда? И он взял, да? И как ты, графа, думаешь, если бы ты сказал вместо меня, что возьмите все 5 на подарки для твоих клиентов, то ты как думаешь, что же у тебя взял крон в себе? Ну да, что там правда идет, пошел, показал, все. Так же, такое наставление chceмы у этих людей узыскать, чтобы они себя чувствовали, что могут себя также найти в этой работе, что это легко, просто и не нужно тут уметь встать на голове, что каких-то трехов, что магии делать, чтобы это продать. Так что хотим создать у наших новых людей такое наставление, чтобы они поняли и почувствовали, что не надо здесь какой-то магии, или становиться на голове, чтобы найти людей, которые будут хотеть купить этот товар от нас. Окей, пункт номер 6. Важным вещмом есть... Шестой пункт. ...сам деньги. Очень важная вещь это деньги. Я не могу на початку человеку сказать, слушайте, слушайте, я вам покажу, как зарабатывать 50 долларов в день. Я не могу, например, пообещать утро... Не могу пообещать, будьте осторожны, что... Слушайте, ребята, сейчас я вам покажу, как зарабатывать за 50 долларов в день. Потому что я точно не знаю, сколько зарабатывать за столько или нет. Не знаю, о которой это все случится. И только могу говорить о каких-то зарабатываниях, если я на своем пanç году могу им показать. И только могу говорить о каких-то зарабатываниях, о чем я могу показать ваши деньги, что они заработают. Поэтому я сделал этот бунт, что когда-то пробовал людям сказать, слушайте, я вам покажу сегодня, как зарабатывается, а потом целый день я думал, что я им нужно что-то быстро продавать, чтобы им удоводить, что я зарабатываю. Пау им должен показать эти деньги, я им пообещал, и чуть ли не правда вас заставляла эту мысль перед ними. Поэтому о деньгах говорим только тогда, когда уже имеем деньги. Например, если в 12 часов я имею проданных уже 6 калкуляторов, то есть один купил это козетная бабушка и пять это в конце коридора, уже 6. И на каждом калкуляторе я имею 2 доллара, то я о 12 године уже заработал 12 долларов. То может это еще не есть звонок, но когда я поднимаю запись и помню, что пан Графас будет спросить, сколько я здесь могу заработать. Я в начале дня посчитал, что он заработал раньше 10 долларов в день, а сейчас 12 часов, мы уже имеем больше денег, чем ты заработал в течение дня. И мы еще не раскручивали. А мы еще даже не раскручивали. И я обычно не начинаю продавать или заработать, аж только 3 часа. И я ему напоминаю на всякий случай разные трудные ситуации, которые звучит. Потому что обычно я не начинаю раскручиваться, не имею только проданных до трех часов. То есть только когда имеем аргумент в руке, тогда можем говорить о заработках. Если кто-то спрашивает меня сразу в начале дня, сколько здесь буду заработать, сколько можно заработать, а сколько ты заработаешь? То есть я, чтобы быть уверенным, могу ему сказать, облицать, сколько я заработал в прошлом месяце. Если неизбежный ответ необходимый, я могу прикинуть. То есть честно, сколько примерно ты заработал за месяц прошлый и в общих читах сказать. Например, если заработал по 50 долларов в день, ну так множишь на дни и смотришь, там около 1000 долларов. То есть заработал меньше, ну скажи сколько заработал. Но ничего не могу здесь, что очень важно подпишать, что сегодня, какие деньги ему покажу, потому что точно не знаю, как этот день пройдет. И поэтому о сегодняшних деньгах стараюсь говорить только после того, когда деньги уже именно после продажи. В хороший момент про это поговорить. Пункт номер 7. Установка целей. Это тоже очень важная вещь. Я говорю, слушайте ребята, есть 12 часов, хорошее время на ланч. Я обычно не еду на перерыв на обед или на ланч, пока не имею в минимум 8 штук. Так что если сейчас поспешим и сделаем 2 штук до 8 штук, которых не хватает, я тогда вам поставлю ланч. Вы любите фритки? Вы любите эти карточечку фрит? Так, нет. То ты будешь иметь подвуинную порцию. Тогда кто будет иметь твою порцию? hinц, нет. Дам! fazlapay tattoo я сделаю. После этого бывает порusicversки мы ведем, что они будут меня подвуинять. Но это научно выставить себе цели и достижения этой цели, которая будет постоянно нужна в дальнейшей работе. Под конец дня делаю то же самое. Это называется экстра миле. Это что-то, что каждый в своем дне на конец дня говорит себе, окей, закончу до этого света и вернемся уже. Это что-то такое, когда под конец дня говорим себе, о, хорошо, идем на этой улице, зайдем на света пора и мы возвращаемся. И чтобы вы для себя каждый день, когда уже решили, что дойдете до этого света пора и все больше не работает, чтобы вы каждый день еще себе поставили еще дополнительную экстра милю. И вместо того, чтобы закончить до этого света пора, заставить себе сделать еще один блок или до следующего света пора. Или еще 15 минут. Таким способом. Так что гарантирую вам, что каждый день 15 минут, то можно... Так что каждый день 15 минут, гарантирую вам, скажите, сколько за 15 минут, сколько можно человек встретить? То есть кабинет. И стараюсь делать с этого, как ищущий их и более желаемый для них. Чтобы им это сейчас забрать. И для того тоже, чтобы сейчас это им забрать обратно. Классно было сегодня, да? Ну да, ладно? Удинですね. Ну да. Продолжение следует...